Всем салютик, с вами Павел Князич. Мистика окружает нас, и даже в игре. Она буквально повсюду. Но если разумно оценить то, что происходит в Ави ночью, первым делом ты всю эту хрень свалишь на читеров. В эту мистику хотелось бы верить, но верится с трудом. Или же в игре есть что-то, к чему читеры не причастны. Но иногда здесь можно встретить такую жуть, что на читеров сразу так и не подумаешь. То есть в Аватаре есть то, что не поддается объяснению. Еееей, анимасиии! Классные и зашибенные анимации. Ждут тебя на канале Злая Котяра. Ссылка на сие творение в описании. Десятое место. Ночной гость. Странный игрок. Непонятно, как появляется в квартире. Ведь ты только что зашел в игру, а у тебя дома уже кто-то есть. Ведь если ты только что зашел в игру и не выходил ни на какую локацию, следовательно, к тебе никто не мог зайти. А ночной гость заходит. И как так получается? Может быть, это шутливый сосед, решивший убраться у тебя в квартире. А может быть и нет. В таком случае тебе лучше не заглядывать в соседи. Ведь игрока, который бродит по твоей квартире, там может и не оказаться. Однако же он как-то попал к тебе. А это уже наводит на не очень хорошие мысли. Как бы ты ни старался найти ночного гостя, он будет от тебя бегать и не будет тебе давать выгнать себя. Но ночной гость не настолько загадочен, как бы казалось. Его отличительными признаками является не только то, что он любит поиграть в догонялки у тебя в доме. Он также любит ломать технику или пускать червей в джакузи. А это значит, что ты спокойно можешь зайти к нему в квартиру. Но вся жуть заключается в том, что непонятно, как он появляется у тебя в квартире. Можно предположить, что к тебе заходил твой сосед, а уж потом этого соседа искал его приятель. И он решил обосноваться у тебя временно в квартире. И всё же это лишь предположение. Кто или что скрывается за этим аватаром, неизвестно. Девятое место Голубки Прижавшиеся друг к другу парень и девушка стоят посреди локации и молчат. Они никому не отвечают на сообщения, а просто стоят. Можно предположить, что эти голубки просто общаются в личку и не хотят, чтобы их беспокоили. Вполне возможно. Если бы не один факт. Они выходят с локации одновременно. Возможно, кто-то из них является ботом. Но зачем же игроку выходить на локацию, прижиматься к своему боту, а потом уходить? Но даже если бы это было так, один из этих аватаров покинул бы локацию раньше. Восьмое место ШПИОН Очень подозрительный игрок с маленьким уровнем. Иногда он прячется, а иногда даже не пытается скрыться. А когда ты уйдешь на другую локацию, шпион последует за тобой. Он не будет тебе ничего писать. Он просто молча будет следить за тобой. Даже если ты ему чего-нибудь напишешь в личку, он все равно будет молчать. Хоть тысячу раз распинай его. Можешь ему дать пощечину, обнять его. Он все равно ничего не ответит. И будет продолжать за тобой следить. СИДЬМОЕ МЕСТО ЗОМБИ Если ты когда-нибудь хотел обновления на Хэллоуин про зомби, думаю, тебя эта новость обрадует. Зомби уже среди нас. И как же оно так выходит? А вот так вот. Зомби могут ходить в порванной одежде, иногда в обычной, пишут набор букв, и даже если ты у них что-то спросишь, они все равно тебе будут отвечать набором букв. Зомби не общаются с обычными игроками, и поэтому им постоянно хочется жрать. Ну или я не знаю, зачем они эти действия делают. Видимо, хотят кушать. Редко, когда встретишь одного зомби на локации, обычно они ходят группами и устраивают зомбо-флэш-мобы. ШЕСТОЕ МЕСТО БРАТ Вообще, это может быть не только брат, это и сестра, и твой дальний родственник, но спешу вас разочаровать, это не ваш родственник. А тогда кто же он? Неизвестно. Он будет ходить за тобой и писать в личку сообщение, по типу, «Помнишь меня?» Ну или «О, какие люди!» и будет притворяться твоим родственником. Но самое страшное то, что он может угадать твое имя и написать очень жуткое сообщение с просьбой не закрывать дверь, ведь он скоро придет. ПЯТОЕ МЕСТО КЛОН Клон, копирующий внешность, а иногда и с одеждой. Но прикол не в этом, а в том, что твой плагиат уже скопировал твою внешность. То есть ты его никогда не видел, никогда с ним не общался, а он уже сумел скопировать твой образ. Так мало того, эти говнюки еще будут повторять твои движения, но при этом молча, что особенно жутко. ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ЗЛОЙ ТРОЛЬ Игрок, начинающий тебя беспричинно унижать. Причем ладно бы это были какие-нибудь подколы, так нет, это прямые оскорбления. Тролль провоцирует игрока на срач. Не знаю, зачем он это делает, но обидеть у него получается. Но благо, от таких есть чем защититься. Просто кидая их в черный список. ТРЕТЬЕ МЕСТО ДОМ МОНСТР Странное событие с пустой иконкой, где должен быть игрок. Без ника, без описания, и такая же пустая квартира. Ну как сказать, в некоторых комнатах мебель стоит, а некоторые комнаты пустуют. И зайдя на это событие, будь готов к острым ощущениям, ведь ты не будешь понимать, что происходит. Тебя будут то невидимки пинать, то вещи будут двигаться сами собой, а хозяина квартиры ты не увидишь. Такое событие появляется лишь ночью, и очень редко. Второе место. 666-й нарушитель. Вообще, в аватарии очень много нарушителей, но этот имеет ник Нарушитель666. Три шестерки. Возможно, сам игрок придумал ник, а может быть, ему так повезло, и его ругательный ник заменили на Нарушителя, и ему выпала честь стать 666-м. Эти игроки, конечно, не очень общительные, но ответить тебе могут. Правда, общаться с ними придется на философские темы. Кто этот Нарушитель, и зачем он зашел в игру, неизвестно. И, наконец, первое место. Джокер. Называться и выглядеть он может как угодно, лишь с той разницей, что он носит маску. Ну и в этой маске он любит творить всякую дичь. Приставать к игрокам, писать черный юмор, и с него же ржать. Ну а также он любит танцевать. Иногда Джокер любит посидеть где-нибудь на лавочке и пофилософствовать. Его глубокие размышления прервать ничем невозможно. Можешь ему писать в личку, можешь пинать его. Он будет продолжать философствовать. Ну или просто где-нибудь ржать. Шутку вспомнил, не иначе. Можно подумать, что это обычный косплейщик, но оделся ты в Джокера. Это не значит, что ты можешь скакать по людям. А с какой мистикой сталкивался ты? Напиши в комментариях. Ну и подписывайся на мой канал, нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу ВКонтакте тоже лучше. Подпишись, ссылка в описании, поставь лайк этому видео, поделись им у себя на странице, и не забудь оставить комментарий под этим роликом. Всем пока, до свидос. Вот и все. Теперь вы можете насладиться лучшими комментариями под прошлым видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я пошел баклажаны продавать. Субтитры сделал DimaTorzok